Тем временем Россия начала демонизировать участников протестов в Сербии. Представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова обвинила Запад в якобы желании устроить бардак на Балканах и реализовать так называемый сербский вариант Майдана. К слову, Майданом сербов пугают и местные власти. Так, исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал протесты оппозиции майданизацией, а премьер-министр страны Анна Брнабич и президент Александр Вучич поблагодарили российские спецслужбы за то, что те якобы предупредили о готовящихся в стране погромах. Также Вучич встретился с российским послом Александром Бацан-Харченко и говорил о протестах оппозиции. И в контексте выборов в Сербии появилась фигура Виктора Медведчука. Об этом сообщила руководитель проекта «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко в интервью телеканалу «Настоящее время». По ее словам, последние дни Медведчук активно комментирует протесты в Белграде. Кроме того, основал в Сербии ячейку своей партии «Другая Украина». И также, по данным Ищенко, Медведчук стоит за российской партией, которая прошла в парламент Сербии. Говорим со Станиславом Желиховским, кандидатом политических наук, экспертом-международником, о ситуации в Сербии. Станислав, приветствуем вас на «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Вот все эти истории с демонизацией Майдана, с помощью спецслужб иностранного государства, очевидно, что России, можно ли провести некие параллели с ситуацией в Украине в том же 2004 году во время помаранчевой революции? И вот именно влияние, ну я бы сказал, противостояние пророссийской власти в стране с обществом, которое настроено более проевропейски. Действительно, протесты в Сербии продолжаются. И участники демонстрации не согласны с результатами парламентских и местных выборов и не хотят их признавать. На девятый день акции протеста демонстранты заблокировали центр Белграда и потребовали освобождения протестующих, задержанных двумя днями ранее. И несколько сотен протестующих собрались перед зданием суда и прокуратуры в столице Сербии, скандируя лозунг «Выпустите их всех». Также тут стоит упомянуть, что во вторник прошли акции протеста перед штаб-квартирой избирательной комиссии Сербии, где требовали повторения выборов на всех уровнях. И в ходе протеста было обращено внимание на ухудшение здоровья депутатов, объявивших голодовку. И по данным сербской оппозиции, Мирника Тепич находится в наихудшем состоянии. Она не может уже самостоятельно встать, так как она не ест еще с 18 декабря. И помимо этого, акции протеста впервые были организованы в Кралево, расположенном центре страны. Тут действительно имеет место быть то, что власти Сербии обвиняют протестующих в том, что они организовали акции именно под руководством внешних сил. И там действительно нередко сравнивают ситуацию с Майданом. Особенно эта риторика звучит от россиян. И мы должны понимать, что, конечно же, в Кремле очень сильно обеспокоены этой ситуацией. И так как это и было в Украине, когда происходила, как вы правильно отметили, и помаранчевая революция, оранжевая революция и революция достоинства. Конечно же, Кремль видит в акциях протеста угрозу своему режиму. И это стоит понимать. И я хочу отметить, что те даже демонстрации, которые неоднократно происходили в России, в частности в Москве и других крупных городах, они очень жестко подавлялись. И все из-за того, что Владимир Путин хотел сохранить свои позиции и править фактически Российской Федерацией вечно. Также он болезненно реагирует на другие акции в других странах. Например, вспомним ту же самую ситуацию в Беларуси в 2020 году, как были отправлены российские спецназовцы для того, чтобы помочь подавить режиму Лукашенко те акции, которые происходили тогда. Мы помним также ситуацию в Казахстане как раз за пару месяцев фактически до полномасштабного вторжения России в Украину. Ну и также это происходило и в ряде других стран, и в Грузии, и также на Ближнем Востоке, когда, скажем, российские войска или наемники были замечены в том, что они помогали тем или иным режимам помогать сохраниться, ну, чтобы, скажем так, показать, что они поддерживают эти режимы, ну, и чтобы показать своим также гражданам, чтобы они ни в коем случае не протестовали против Путина, ну, а выполняли то, что он, скажем, им приказывает сделать, например, вторгаться в Украину, и мы видим, что сколько граждан российской витерации поддерживают войну и идут на смерть фактически. И это также является элементом подавления Майдана, потому что в России часто это транслируют до сих пор, что в Украине находится, скажем, нелегитимный киевский режим, как там называют, и именно вот под таким вот внушением отправляют на, фактически, на убийство своих же граждан россиян, которые идут на фронт и неизвестно за что умирают. Ну, и, скажем так, к сожалению, эта ситуация продолжается, и мы видим, что есть присутствие российских спецслужб на территории Сербии, и уже те или иные высокопоставленные лица, но, в частности, премьер-министр Сербии Анна Барнабич отметила, что наблюдатели лгут и дестабилизируют страну, а также поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о планируемых действиях оппозиции. То же самое сделал и Александр Вучич, президент Сербии. Ну, в общем, такая вот ситуация очень непростая, и очевидно, что она еще будет продолжаться, так как демонстранты не имеют намерения отступать и требуют все-таки, чтобы по-новому провести выборы, но, тем не менее, мы должны понимать, что русский след там есть, и, скорее всего, Российская Федерация будет делать все возможное для того, чтобы сохранить ту власть, которая есть в стране, и не допустить ее полнейшего разворота в сторону цивилизованного сообщества. Станислав, а почему России так важно удержать Сербию в орбите своего влияния? Ну, надо же тут в этом контексте понимать, что Сербия есть такой своеобразной гаванью для России, для обхождения тех или иных санкций. Также мы должны понимать, что на территории Сербии можно спокойно развивать российский бизнес, и там для них есть специальные льготы, там нет проблем с посещением этой страны, в отличие от многих других государств Европы, которые не поддерживают политику России. И поэтому мы видим, как официально Белград не вводит санкции, у него довольно-таки мягкая риторика по отношению к России. Ну, и это все, конечно же, устраивает Москву. И я думаю, что фактически это тоже своеобразный анклав ее интересов. И тут также стоит понимать, что тут есть интересы в газовом секторе. Через Сербию проходит газопровод из Турции, который направляет энергоресурсы, например, в Венгрию, где находится также режим, который есть дружественным для России, имеется в виду правительство Виктора Орбана. Ну, то есть, в такой вот связке Россия хочет иметь возможность влиять на внутреннеевропейские процессы. И поэтому она будет держаться за Сербию до последнего. И как это делать, собственно говоря, и в тех странах, где она может это сделать? Ну, логический вопрос в продолжении темы, как Евросоюз относится к Сербии. То есть, Мария Захарова, спикер МИДа Российского, сказала, что все это дело устраивает коллективный Запад. Но Сербия – это как бы не часть Евросоюза, но кандидат на вступление. И вот как внутренние процессы, как на внутренние процессы влияет желание Сербии все-таки стать членом Евросоюза? Ну, а тут стоит отметить, что на прошлой неделе организация «Сербия против насилия» написала письмо европейским институтам, в котором призвала не признавать результаты декабрьских выборов и начать международное расследование нарушений. И наблюдатели за выборами, представляющие Европейский Союз и Совет Европы, пришли к выводу, что выборы были несправедливыми, голосованием манипулировали, и этот вопрос должна расследовать полиция. Ну, то есть, если вначале все-таки старались на Западе более аккуратно обходить эту тему и не сильно концентрировать внимание на то, что происходит, то теперь уже после тех акций насилия, которые были сделаны правоохранительными структурами Сербии, там уже начинают все-таки постепенно критиковать тот процесс, который происходит, в частности, и действия полиции, и само голосование, и возможные фальсификации. То есть, фактически, тут официально Белград постает перед своеобразным выбором, либо ему все-таки прислушаться к цивилизованному сообществу и продолжать дальше. Двигаться в сторону Европы, а для этого, возможно, нужно будет провести повторное голосование на территории Сербии, ну, либо делать полный разворот в сторону Российской Федерации. Ну, а тут, я думаю, что все-таки в Белграде должны понимать, какие могут быть последствия этого всего, и фактически это будет согласие со всем тем, что будет требовать Кремль в дальнейшем. Ну, и в ближайшие дни мы увидим, какой же все-таки выбор сделал Александр Вутич и другие члены правительства Сербии, и по какому пути пойдет эта страна в обозримом будущем. Станислав, а все-таки какой более выгодный вариант сейчас для Сербии? Что может выбрать Вутич, вот исходя из прагматических каких-то рассуждений? Ну, тут, смотря на то, какие он перед собой ставит цели, если для Вутича главное только сохранить власть, и вот эту вертикаль, которая существовала на протяжении многих лет, конечно же, он может выбрать российский вектор, как это сделал Виктор Орбан, о котором я только что упоминал, как это сделал Александр Лукашенко в Беларуси, и тому подобное. Но если все-таки у него есть желание увидеть свою страну европейской, и невзирая на какие-то политические сотрясения, все-таки привести ее к цивилизованному сообществу, то все-таки я думаю, что это было бы на более выгодно для этой страны, тем более это государство, мы знаем, оно очень сильно пострадало от военных действий, которые происходили во время югославских войн. И все-таки, чтобы стать неотъемлемой частью Запада, чтобы в это государство пришел европейский капитал, чтобы, ну, она, скажем, эта страна получила действительно европейское лицо, то я считаю, что нужно прислушаться, во-первых, к оппозиции, а также к европейским партнерам, и взвесив все как следует, сделать так, чтобы, во-первых, найти компромиссы, особенно в этой такой сложившейся ситуации, ну, и, возможно, провести все-таки повторные выборы, даже если это будет стоить, скажем, тех позиций в парламенте, которые правящая партия имела на протяжении многих лет. Как вы расцениваете участие, активизацию, я бы сказал, в внутрисербских процессах Виктора Медведчука? Но мы-то его хорошо знаем. Если мы говорим «Медведчук», то это рука Москвы. А вот в Сербии насколько хорошо там знает Медведчука? Насколько вот это и есть именно демонизация внутренней политики, именно пророссийских сил во внутренней политической жизни Сербии? Насколько опасно участие Медведчука в политических процессах Сербии? Ну, мы должны понимать, что Виктор Медведчук фактически выполняет всю грязную работу, которую ему дает Владимир Путин, и это стоит понимать. Ему фактически он хочет отработать то, что он находится на территории Российской Федерации, и что он имеет возможность дальше, скажем так, продолжать свою деятельность. И я думаю, что ему велел Путин фактически продолжать свою активность на территории Западных Балкан, потому что все-таки у Медведчука есть какой-то политический опыт, и он, скажем так, есть знатоком в различного рода манипуляциях. Я думаю, что это может быть использовано для интересов сербской власти. И я думаю, что, конечно, в Белграде знают его биографию и кто это такой, но они фактически ничего не могут сделать, если Россия им предоставила вот такого человека, который будет выполнять все поручения Кремля. Но я думаю, что это только может продолжаться до тех пор, пока существует нынешняя ситуация в Сербии и ее связи с Российской Федерацией. Если же, конечно же, в Сербии что-то поменяется, и она ослабит свои связи с Россией, то тогда и фигура Медведчука фактически будет нивелирована, и тогда будут совсем другие политические, экономические и другого рода реалии в Сербской Республике. Станислав, я задаю последний вопрос. Напоминаю, у нас минута времени осталась. Оппозиция достаточно плотно идет, так сказать, дышит в затылок партии власти в Сербии. Каким во видится дальнейшее развитие событий и сейчас, и в дальнейшем, через несколько лет, допустим? Ну, пока что трудно спрогнозировать, если, допустим, проведут новые выборы, сможет ли все-таки оппозиция набрать достаточное количество мест. Все-таки мы должны понимать, что в Сербии, и признать это, что в Сербии все-таки очень большая поддержка Александра Бутича и его партии. Но тут мы должны понимать, что тут также имела большая часть и пропаганды, и тому подобное, использование админресурсов Сербии, и поэтому там пока что есть высокие, скажем так, электоральные позиции. Но, тем не менее, не такие, которые показали нынешний выбор. Там очевидно, что не все так просто, потому что социологические опросы показывали, что все-таки оппозиция должна была занять намного больше мест, а правящая партия меньше. И мы должны понимать, что все-таки в будущем есть тенденция на то... Спасибо, Станислав, да. ...что власть может поменяться. Станислав Желиховский, спасибо огромное. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, был с нами на связи.